Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря несколько релизов. Это индекс активности в сфере услуг Англии в 8.30 по GMT. Во-первых, стоит отметить, что после праздничных выходных в США, конечно же, сегодня мы вправе ожидать возвращения на рынок энного количества трейдеров, а вместе с ними на рынке должна прийти и волатильность, к которой мы привыкли в последнее время. И я допускаю, что в ближайшей торговой сессии эта волатильность будет только лишь усиливаться, потому что мы планомерно приближаемся к июльскому заседанию американского регулятора к очень важному решению по оценке именно уместности того уровня, который будет в итоге определен регулятором и что будет с американской монетарной политикой дальше. Потому что от этого уже зависит рыночное настроение, как будут меняться тренды на фондовых рынках, на рынках облигаций и сырьевых инструментов тоже. В общем, держим руку на пульсе и стараемся ничего не упустить важного. Потому что сигналы, которые поступают от Федрезерва, они в любой момент могут стать причиной смены этих рыночных настроений. Британская валюта. В нашем портфеле давно мы ждем довольно внушительный уровень сопротивления, 1.30. И, честно говоря, надеюсь, что среди вас есть те, кто поддерживает точку зрения о том, что фонд практически обречен на сохранение восходящей динамики, учитывая планы Банка Англии дальше тащить процентную ставку вверх, причем довольно агрессивными шагами, вплоть до 50 байсных пунктов за раз, потому что это нужно делать из-за беспрецедентной инфляции, которая сохраняется английской экономике. После этого в 18.00 по GMT нас ждет протокол последнего заседания американского регулятора. Это для разогрева, скажем так, чтобы напомнить нам, что все-таки весь фокус внимания сейчас смещен на американскую экономику, на доллар и на перспективы американской монетарной политики. Основной блок отчетов, это, конечно же, уже завершение этой недели. Завтра мы ждем статистику EDP, активность в сфере услуг ISM и в пятницу Non-Farm Perils, отчет, который вкупе с показателем CPI инфляции как раз и повлияет на фактическое решение Федрезерва, которое будет принято по итогам июльского заседания. Давайте по порядку. Индекс доллара текущей котировки 102.78. Из важных отчетов этой недели можно выделить только лишь ISM производственного сектора, но мы помним, что он очень сильно разочаровал. 46 пунктов с 46,9. Да, это доказательство того, что американская промышленность испытывает серьезные проблемы. Эти проблемы, к сожалению, сохраняются уже на протяжении довольно длительного периода времени. Эти проблемы в промышленности точно станут якорем для экономики в целом и приведут к снижению показателя ВВП. Но чтобы нам окончательно убедиться в том, что все-таки есть еще риски для серьезного экономического спада в США, нам нужно дождаться выхода отчета ISM в сфере услуг, потому что на сферу услуг все-таки, как ни крути, но для развитой экономики приходится куда больше вклада в общий показатель ВВП. Но я думаю, что и отчет по активности в сфере услуг тоже, к сожалению, разочарует. Сейчас у нас нет возможности детально прояснить перспективу доллара, потому что впереди два важных фундаментальных триггера. Это отчет по рынку труда Non-Farm Perils, как я уже отметил, мы ждем его в эту пятницу. И потом уже на следующей неделе в четверг данные по инфляции. Только после этих релизов мы сможем снова вернуться и уже детально посмотреть на будущее действия Федрезерва по процентной ставке после июльского заседания. Я традиционно скептик в отношении перспектив доллара. Считаю, что существенно выше американская валюта уже вряд ли пройдет, потому что ФРС должен признать, что дальнейшее повышение ставки – это создание больших рисков для экономики. Если чуть-чуть вернуться назад и вспомнить те же самые цифры, о которых я говорил по промышленному сектору США и СЭМ, не забывайте, что слабость промышленного сектора тоже очень сильно коррелирует с текущим уровнем процентных ставок США. То есть высокие ставки, они топят экономику, действительно. И промышленность явное тому подтверждение. Ставка в США может быть повышена. Я думаю, что если называть вещи своими именами, да, при текущей вероятности от инструментов Федвотч ставку действительно поднимут до 5,5%. Но после июльского заседания будет, на мой взгляд, период продолжительной паузы и, возможно, под конец этого года, либо уже в 2024 году ставка пойдет вниз. Сегодняшние протоколы будет интересно проанализировать, но думаю, что ничего нового они нам не дадут, потому что нам и так ясна уже риторика Федрезерва. Мы помним прекрасно слова Паула на пресс-конференции, что все зависит от макроэкономических данных и в итоге фактическое решение о том, уместно ли более одного повышения процентной ставки, будет зависеть от того, насколько устойчиво будет снижаться инфляция. Но текущие признаки все указывают на то, что инфляция действительно снижается активными темпами. И на следующей неделе, когда выйдут июньские цифры по индексу потребительских цен, я допускаю, что инфляция может снизиться с 4 до 3,6-3,7%. И, конечно же, это будет дополнительной мотивацией для Федрезерва уже оставить все как есть и активно уже не вмешиваться в корректировку текущего уровня ключевой процентной ставки. Золото 1925 долларов за тройскую унцию. Как бы странно ни звучало, но вчера золото помогло решение Резервного банка Австралии сохранить ставку на прежнем уровне 4,1%. В то время как эксперты допускали, что ставку могут повысить на 25 байсных пунктов до 4,35%. Почему отсутствие решения со стороны Резервного банка Австралии помогло золоту? Потому что золото испытывало серьезные проблемы, когда все постоянно говорили о том, что каждый центральный банк будет повышать ставку борясь инфляцией. И это провоцировало рост доходности национальных государственных облигаций, с которыми конкурирует золото в плане инструмента для инвестирования средств. Поскольку Резервный банк Австралии подал, опять же, возможный пример или стал прецедентом того, что ставку не обязательно поднимать, а можно оставить на прежнем уровне и просто оценить эффективность ранее принятых решений и мер, то, если раскручивать эту идею, вполне возможно, что многие регуляторы, мировые центральные банки, через какой-то период времени тоже перейдут к такой же стратегии, что в конечном счете остановит ралли доходности национальных и государственных облигаций и сделает золото снова инструментом, который может конкурировать с именно рынком долга. Я по золоту пока что-то оптимист, и до тех пор, пока держится поддержка 1900 долларов за то, есть конус, золото исключительно в длинных позициях. Нефть 75,77. Поддержку рынку нефти оказало решение Саудовской Аравии продлить действие добровольного сокращения на 1 миллион баррелей на август. Тут же Россия также анонсировала дополнительное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей, начиная с августа. Ждем сегодня отчет от Американского института нефти, который выйдет в 23 по GMC. Как я уже ранее отмечал, из-за повышенного спроса на топливо есть высокая вероятность увидеть серьезную просадку по запасам. И API – это своего рода репетиция перед выходом официальных данных от администрации энергетической информации. Я думаю, что на прошлой неделе запасы снизились в диапазоне от 7 до 10 миллионов баррелей. И если эти цифры подтвердятся, то, соответственно, рынок нефти получит дополнительную поддержку. И, в частности, бренд начнет уже цепляться за уровни 78-80 долларов за баррель. Британская валюта 1,2705. Из последних новостей стоит отметить опрос Citi, который показывает, что на перспективу ближайшего года инфляционные ожидания в Англии – это результаты опроса общественного мнения. Инфляционные ожидания выросли с 4,7 до 5%. То есть инфляционные риски сохраняются, хотя я думаю, что 5% в перспективе года – это слишком оптимистичный показатель, учитывая, что сейчас инфляция в Англии в районе 9%, 8,7%. И, конечно же, при текущих вводных, которые мы получаем по британской экономике, я не могу сказать, что есть идеальные условия, либо хоть какие-то предпосылки для снижения инфляционного давления. Но вот если Банк Англии начнет и дальше активно, или продолжит дальше активно повышать процентную ставку, возможно, это положительным образом отразится на снижении инфляционного давления. Но нужно, чтобы ставка все-таки достигла 6% и выше, как ранее отмечали эксперты Bloomberg. При таких перспективах у фунта путь наименьшего сопротивления – это движение вверх, целям 1,28-1,30. Доллар иена также 144,50 практически не изменились с вчерашнего дня. Страх валютных интервенций велик, поэтому покупатели не очень-то торопятся сейчас наваливаться на эту валютную пару и тащить ее выше 145C. Пока эти опасения сохраняются, я думаю, что можно и дальше работать от коротких сделок и ждать, соответственно, снижение пары доллар-иена в район 143 и ниже. И хочу также обратить внимание на пару доллар-канаде с текущей котировки 1,3229. Мы по-прежнему ждем поддержку 1,30. Среди факторов, которые на стороне сейчас покупателей канадского доллара – это ожидание снижения курса американского конкурента, ожидания по рынку труда, то есть данные по канадскому рынку труда. Эти отчеты выйдут в пятницу, в то же самое время, что и релиз «Нонфарм Пэрлс». Аналитики Бломберг полагают, что 12 июля на следующей неделе Банк Канады снова повысит процентную ставку на 25 байсных пунктов до 5%. И по версии экспертов HSBS, пробежались по разным источникам, пара может достичь поддержки 1,30 в перспективе 3-4 месяцев. Это полностью совпадает с нашими целевыми ожиданиями, потому что ранее мы тоже начали шортить пару с целями 1,30. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!